Всем привет! После долгого отсутствия мы возвращаемся, и возвращаемся мы в Италию к увлекательным приключениям армии Наполеона и самого молодого Бонапарта в северной Италии. Олег Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! Я рад отправиться с вами снова в Италию, там яркое солнце, красивые пейзажи, отлично! Но прежде чем отправиться в Италию, мне бы хотелось сказать несколько слов. Во-первых, мне бы хотелось обратиться к нашим зрителям, я был просто потрясён тому количеству людей, которые смотрят и которые пишут положительные рецензии тому количеству людей, которым понравилось, это просто потрясающе, если есть какой-то маленький процент людей, которым не понравилось, если бы его не было, тогда бы я не верил вообще, что всё остальное – это правда, понимаете? Остановите планету, я сойду! Вот именно, да. То есть, в общем, это просто прекрасно, я рад, что то, что мы сейчас делаем, оно полезно людям, и поэтому хочется делать, хочется, так сказать, делать это как можно более интереснее, так, чтобы это было интересно, полезно, а тема, конечно, очень, по-моему, увлекательная. Но, возвращаясь всё-таки к некоторым замечаниям, я хотел бы сказать по поводу роста Наполеона, понимаете, здесь были такие по поводу роста Наполеона, что понимали, автор-то там неправильно, не знает, и говорят, что в футах и в дюймах-то будет на самом деле столько. Дело в том, что… В смысле, меньше, чем заявлено. Да. Дело в том, что фут – это и дюйм, и существуют французские и английские, и дело в том, что во Франции, разумеется, измеряли во французских футах, а французский фут – он 325 мм, английский фут – он 305 мм, а французский фут – 305, ну, на самом деле, там 324, там ещё с копейками долгие, почти 325, так же, как и английские – 304, там с копейками. Ну так вот, соответственно, дюйм французский – 27,2 мм, английский – 25,4 мм. И вот рост Наполеона был измерен, сейчас мы не будем говорить о военных его школах, а вернёмся к уже главному, к тому росту Наполеона взрослого, он был измерен после смерти, и во французских футах он составил 5 футов, 2 дюйма и 4 линии, что если посчитать, вот прямо там до копейчек 168,79 сотых, ну, естественно, нужно округлить до 169, это не мусорно, 169, и он был измерен также в английских 5 футов 7 дюймов по-английски, что составляет по-английски метр семьдесят, ну, естественно, что есть погрешность, естественно, что плюс-минус, то есть, грубо говоря, вот это вот метр шестьдесят девять, метр семьдесят – это рост Наполеона, это абсолютный документ, это запротоколированное измерение, поэтому сомнений здесь нет, есть только единственное сомнение, насколько он, так сказать, вот говорят, что позвонки с возрастом спрессовываются, я не медик, не знаю, но вроде медики так говорят, и что, соответственно, если у него было метр шестьдесят девять, метр семьдесят, значит, очевидно, в жизни, может, было метр семьдесят, метр семьдесят один, и ещё раз повторяю, то, что рост, значит, мы уже говорили о среднем рост его армии – метр шестьдесят пять, среднем рост русской армии – метр шестьдесят, а средний рост населения русского и французского ещё меньше, чем рост армии, это вот возвращаясь, так сказать, к напечатанному. Следующее, что мне бы хотелось сказать, что всё, что я здесь рассказываю, это непрочитанные 2-3 книжки и пересказ, этому посвящено, в общем, десятки лет исследований. И прежде всего, и всегда говоря о том, что я сейчас вам буду рассказывать, и своим студентам всегда говорю, что для меня главная путеводная звезда – это синхронные документы, т.е. документы, которые написаны, вот я сейчас, компания 1996 года, что писали тогда, в 796 году люди, которые командовали французской армией, которые командовали австрийской армией, население местное и т.д. Разумеется, самый главный источник – это приказы. То, что несомненно, вот если приказано наступать на Кремону, это значит, что не приказано наступать на Милан, понимаете, это несомненные вещи. Вот, приказы, разумеется, рапорты официальные, но здесь мы уже понимаем, кому направлен этот рапорт. Понимаете, ясно, что командирователь направит рапорт, там будут воспевать, так сказать, свои подвиги. Ну, это понятно, что нужно сразу вносить соответствующие коррелесы, но всё равно этот рапорт написан в это время, за то, что точно в рапорте, откуда он направлен. Скажем, если рапорт подписан, что он написан был в Пьящинце, это значит, что полк стоял в этот момент в Пьящинце, понимаете? Это первое. Ну, потом, разумеется, дневники, записки, письма этого времени, т.е. всё, что исходит из этого времени, потому что мы знаем, что пройдёт несколько лет, и люди уже во многом изменивают свою позицию по отношению к тому, что происходит, поэтому смотреть на события, как смотрели люди того времени, к которому происходят события. Дальше. Разумеется, нужно только на основе, скажем, если мы потеряли, чтобы потеряли австрийцы, смешно бы даже я, конечно, больше работаю с французскими документами, ну, потому что французский для меня, можно сказать, второй родной язык, но я, разумеется, работаю с документами австрийскими. К счастью, для меня австрийцы большую часть своих документов написали на каком языке? На французском. Ну, конечно. Понимаете, вот сейчас я занимался как раз в архиве рапортами Кутуза в 1805-й год, в который раз присматривали, так они все на французском, Михаил Леонидович пишет, а чего на русском писать? Он же пишет, чтобы все могли почитать. Вот рапорты Александрова, Чарторыйского, Разумовского на французском языке, даже внутренние, иногда войсковые рапорты на французском языке. Ну, австрийцев то же самое, но если нужно, можно разобрать, так сказать, и на немецком, но, разумеется, местные документы и т.д., всё это сравниваем, если потеря, мы оцениваем австрийцев, сегодня будем говорить о сражении Прилодии, разумеется, только на основе того, что пишут австрийские отчёты, а не то, что французам нам показалось, соответственно, также потери французов только на основе того, что пишут французские отчёты, а уж насколько они верны, это уже сравнивая, оценивая, исходя из многих параметров, ты понимаешь, где здесь больше правды, где здесь меньше, но это уже чувствуя всё это, анализируя. Это называется критический анализ источника в целом. Совершенно верно. И, наконец, следующее. Рассказывая о военных событиях тех времён, я буду тоже, как многие просят, говорить о некоторых технических подробностях, потому что сейчас не всем очевидны некоторые технические данные той эпохи, и чтобы понять стратегические, тактические моменты, необходимо говорить о том, как это всё выглядело на поле боя, и мы об этом будем говорить. Но сегодня мы скорее поговорим о том, что это части, которые касаются осадной войны, но всё равно мы будем говорить обязательно о тактике, о характеристике различных видов вооружения. Но вот говоря о тактике, мне бы хотелось сказать следующее. Дело в том, что у меня есть, может быть, больше возможности, чем у некоторых других историков в этом вопросе. Почему? Я уже говорил о том, что мне посчастливилось быть основателем движения военно-сторической реконструкции в нашей стране. Я был первым, кто это начал, потом уже пришли другие люди, потом пошли другие эпохи, но когда я это начинал, я мечтал о том, что мы будем устраивать огромные сражения, огромные реконструкции сражений, и вот мы их теперь устраиваем. Конечно, когда это сражение, ну там, где на площадке, скажем, реконструкция, там 300 человек, ну там, может быть, мало можно что почувствовать, но эксперимент уже начинается, когда мы переходим уже тысячи. И вот могу вам сказать, вот в 2015 году на поле боя при Ватерлово нас было 5000 человек, 5000, это совершенно чётко, это всё там каждый учитывался человек, 5000. Примерно порно французов и англичан. Ну, французов, я имею в виду и всех стран мира, и англичан тоже есть. Реконструкторов, которые были одеты в мундиры. 5000, которые французы, англичан и пруссаков. Наверное, может быть, высокой оценкой того, что я делал в реконструкции, было то, что армия, в которой я был, французская, она командовалась, как ни странно, тремя русскими, мной и моими двумя коллегами, один командовал кавалерией, другой артиллерией, а я командовал всей французской пехотой. Ну, был, конечно, командующим, естественно, бельгийский организатор, но так он немножко поранился очень серьёзно, он упал с коня и пострадал, и он фактически, в общем, отдавал только самые общие распоряжения, т.е. я делал в соответствии с общим планом, ну, общий план-то уже 18-1915 года был составлен, поэтому оставалось только повторить всё это. Так вот, смотрите, под моим командой было полторы тысячи человек, полторы тысячи. Полк, фактически. Здесь даже ничего интереснее, они были сведены в условные батальоны, батальоны, которые были… Ну, конечно, он меньше настоящего батальона, он там был 150-160-200 человек, но я должен сказать, знаете, я подробно изучаю в компаниях, и в компаниях некоторых, когда уже понесли потери, есть батальоны, бывали и в то время по 200 человек батальоны, т.е. ничего такого удивительного нет. Они во Вторую войну бывали, по 200 человек. Ну, т.е. вот 8 батальонов, примерно по 160-200 человек, 8 таких батальонов. Этим всем управляются в грохоте пушек, пушек там порядка с каждой стороны по 40, всё грохочет, земля трясётся, люди не могут всё понять приказы, ты скачешь в дыму, в грохоте, адъютанты не понимают, что ты им говоришь, так сказать, он скачет, передаёт приказ, тот неправильно понял. Понимаете, все проблемы управления войсками мы смоделировали. Я себя чувствовал, ну, зрителей я не видел, площадь была там почти квадратный километр, поэтому вокруг меня был грохот, пушки, кони, офицеры, скачущиеся с приказами, дым, 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 пальба, крики, и управление, вот, конечно, у нас не было смертельной опасности. Ясно, что мне было проще, грубо говоря, в 10 раз. Я это прекрасно понимаю, но ведь можно скоррелировать, да, вот, т.е. можно представить, а как это управляется, т.е. вот передвижение батальона, его развертывание, построение в колонну, в линию, в каре, как это всё действует на поле боя, я вот совсем этим столкнулся в реальности, и были там очень интересные эксперименты, но я бы об этом заговорил уже, когда мы дойдём, если мы, конечно, дойдём, я надеюсь, мы дойдём до этих событий, потому что мне их пришлось пережить прямо на своей шкуре, потому что я фактически вот ввёл в атаку колонны Дроя-Дерлон на плато Монсен-Жан, и произошло там вот, ну, прямо смоделировали настолько, что я был просто потрясён, ну, просто я вот оказался в той эпохе, в том мире, разве что вот там непосредственно трупов не валялось, но были люди, которые были ранены там и так далее, это всё было, так сказать, передо мной непосредственно, но вот это моделирование, мы, в общем-то, зашли далеко в этой области, и я знаю, что в Средневековье сейчас тоже моделирование уже очень на серьёзном уровне. Я со своей стороны, как зритель, был как-то раз на Бородине во время реконструкции сражений, ну, было, безусловно, интересно там повстречать старых друзей, но когда всё началось, я так, значит, с интересом поглядывал на поле, там разворачивались батальоны, роты, и тут заработали пушки, которых было серьёзно меньше, чем на Батерлоу 2015 года, но всё равно через 10 минут я просто перестал что-либо различать. Я говорю, вот посмотрел, так посмотрел. Да. Потому что всё заволокло дымом, и представить себе солдата, который находится на поле боя в клубах этого самого дыма – это да, солдату не позавидуешь, но сугубо не позавидуешь офицеру, которому нужно управлять сотнями людей, как-то до них докричаться, и тут сразу понимаешь, зачем нужна строевая подготовка. Ну да, без сомнений, без сомнений. Кстати, о дыме, по поводу «Аустерлица» 5-го года, мне зрители рассказали, что они на трибунах, вип-трибунах, всё классно видно, и вдруг ба-ба-бах, и через 5 минут всё, был один дым, потому что там было пушек много, там уже никак на броню, там было штук по 20, может, пушек, но всё равно было столько, что всё затянуло дыму, в общем, зрелище было красивое. Прекрасно. А зато огонь, знаете, так в дыму. Да. Когда вот видишь батальон на тебя надвигается, и он стреляет в залп, это вообще, особенно когда английские батальонные черти стреляют быстро очень, быстро, чётко заряжают ружья, и вот этот батальон, который стреляет, до сих пор у меня в глазах вот этот батальон, который на меня надвигается, и ву-ву, залпы, так сказать, и всё это в дыму видно, ведь значит, что вы видите дым, и в нём всполохи пламени, которые перекатываются по рядам. В общем, это всё реально, это всё вот мы, так сказать, ищутили. Круто! Да? Вот поэтому, может быть, есть возможность мне, зрителям, нашим слушателям донести некоторые эпизоды тех войн, уже немножко попробовав, я говорю ещё немножечко, чуточку, но всё-таки. Ну что, в Италию? Давно пора. Отлично. Итак, мы с вами говорили то, что в ходе двух недель потрясающей, сокрушительной апрельской кампании Наполеона 1996 года Пьемонт был выведен из войны, вот посмотрите на карту Италии политическую, Пьемонт у нас, так сказать, выбит из игры, и теперь кампанию нужно продолжить. Почему? Потому что впереди Миланская область, Миланская область, она принадлежит Австрии, это… Ломбардия. Да, Ломбардия, центр Ломбардии, с 714 года это австрийская, и, разумеется, чтобы принудить Австрию к миру, нужно, очевидно, занять Ломбардию, чтобы потом дальше появилась возможность наступать через Тироль на сами уже наследственные владения Австрии для того, чтобы угрожать Вене, для того, чтобы вынудить Австрию к миру. Итак, впереди Наполеона Ломбардия. Как я уже говорил, в ходе кампании в Пьемонте, первоначально Наполеон фактически вынужден был, учитывая состояние его армии, призывать, скажем так, солдат, ну почти что, скажем, к грабительскому походу. Потом пришлось подтягивать дисциплину, очень серьёзно, очень серьёзно. Но нужно сказать, что с этой проблемой им придётся очень долго работать, потому что армия, конечно, вот за те 4 года, пока до него она там воевала, она, в общем-то, так сказать, пришла в такое состояние, что нужно будет сложно её, так сказать, навести идеальную дисциплину, но всё, что можно, делал. Но я хотел бы, насколько воззвание различается. То воззвание, с которым Наполеон обратился в начале кампании, мы его точно не знаем, потому что оно только в устной традиции. А вот теперь уже все воззвания Наполеона, они все записаны, они все сдокументированы, запротоколированы, они, более того, они издавались даже печатными, обязательно, набирались, и это всё раздавалось, и читалось, и раздавалось. Как прокламация. Как прокламация, да. Так оно по-французски так называется, по-русски называется воззвание французски прокламацией. 34. Так вот, прокламация после победы над Пьемонтом и перед новым периодом кампании. Обратите внимание, как уже по-другому, я буду и не существует с некоторым сокращением, потому что у него красноречие республиканской эпохи с большими всякими перефразами. Итак, давайте послушаем. Солдаты, в течение двух недель вы одержали 6 побед, взяли 21 знамя, 55 пушек, несколько крепостей и завоевали самую богатую часть Пьемонта. Вы захватили 15 тысяч пленных, убитые ранены вами более с 10 тысяч вражеских солдат. Лишённые всего, вы сами позаботились обо всём, вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, шли форсированные маршем без обуви, отдыхали без водки и часто без хлева. Без водки и часто без хлева? Ну, без водки же вообще невозможно отдыхать, понятно. Только республиканские фаланги, только солдаты свободы способны перенести то, что принесли вы. Да вас благодарят вас за это, солдаты. Обе армии, которые недавно были смело атакованы вами, в страхе бежали от вас. Развращённые люди, смеявшиеся над вашей нищетой и радовавшиеся в своих мечтах успехом ваших врагов, смущены и трепещут. Но, солдаты, вы ничего не сделали, потому что у вас осталось ещё дело. Ни Турин, ни Милан не взяты вами. Прах победителей Тарквиния ещё топчут убийцы Басвиля. Послушайте, ну, боже мой. Прах победителей Тарквиния ещё топчут убийцы Басвиля. А солдаты знали, кто такой Тарквиния? Вот, знаете, Басвиль, наверняка. Басвиль – это Николай Жан-де-Басвиль, французский посланник в Риме, убитый фанатичной толпой в январе 1993 года за то, что надел трёхсветную кокарду. Ну, а Тарквиния, не знаю, может, объясняют, что Тарквиния гордый, такой нехороший римский тиран, последний римский царь. Вот мне кажется, что сейчас, если солдатам что-нибудь такое сказать, они вряд ли воспримут это близко к сердцу. Вот. Итак, в начале кампании вы были лично всего, теперь вы обильно снабжены, у врага взято много складов, к нам прибыла полевая садная артиллерия. Конечно, с вами большие препятствия позади, но впереди ещё битвы, которые мы дадим, города, которыми мы владеем, реки, которые нам нужно будет форсировать. Неужели среди вас не найдутся такие, мужество которых ослабеет? Неужели вы предпочтёте вернуться на вершине Альпы и Апенин, чтобы слушать оскорбления со стороны солдатни врага? Нет, не может быть таких среди победителей при Мандове. Друзья, я обещаю вам победу, но при условии, которые вы поклонитесь выполнить. Вы будете уважать народ, которому несёте свободу. Вы сами будете останавливать ужасные грабежи, которые пытаются организовать негодяи, подстрекаемые нашими врагами. Без этого вы не будете освободительными народов, а их бичом. Вы не будете гордостью французского народа, а будете его позором. Победы, отвага, успехи, кровь наших братьев, погибших в бою, всё это будет потеряно, а вместе с ними честь и слава. Грабители будут безжалостно расстреляны, и уже многие из них были казнены. Народы Италии, французская армия идёт, чтобы разбить ваши цепи. Французский народ – это друг всех народов. Встретьте же её с доверием. Ваша собственность, ваши религии, ваши обычаи будут уважаться. Мы ведём благородную войну только с тиранами, которые вас огнетают. То есть, ставили всё-таки ещё революционные задачи. Да. Во-первых, осталась революционная риторика, это без сомнения, но это он никак не мог. Армия, честно говоря, была проникнута революционной риторикой, она присутствовала в разговоре между солдатами, несмотря на их грабежи, на их безобразие некоторые, у них постоянно было в голове, что они должны нести какой-то новый возвышенный порядок мира. Это у них присутствовало. И между собой они об этом говорили. И всех плохих, знаете, у каждого народа, у каждой какой-то эпохи есть слово для названия плохих. Да куда у них название плохих? Аристократы. Это слово стало синонимом враг. Враг, как у нас, типа, предатель Родины, аристократы. Аристократы – это от того, что старый порядок, аристократы. Более того, самое интересное, воров в Париже они будут тоже называться аристократами. То есть, раз они воруют, а если плохие, значит, они с аристократами. Как в тюрьмах есть самое страшное оскорбление? Интриган. Какой? Интриган. Ну, а грабежи-то что? Это же немножко экспроприация, это традиционная революция. Ну, здесь нет, я думаю, что это не связано с революцией, это связано просто с революцией. Ну, с распущенностью. С распущенностью. Это здесь не связано с революцией, это как раз против революции, потому что армия действительно очень сильно расписывала. Нет, это я так пошутил. Солдаты, естественно, если их отпустить на вольный выпуск, будут грабить. Да, любые, любые. Раилийские, республиканские, любые. Ну, что ж, итак, Пимонт разбит, но впереди Миланская область, впереди австрийская территория, и армия Балье, как мы знаем, в процессе предыдущей кампании, она фактически самоустранилась, пока её немножко оттолкнули в сторону, и она смотрела, как бьют Пимонтса. Пимонтс разбили, армия-то Балье ещё осталась. Она, в общем, ещё насчитывала где-то порядка 26-26,5 тысяч человек. Представительный корпус вполне. Представительный, да. Кроме того, чем она отличалась? В ней было очень много кавалерии. Дело в том, что кавалерия-то почти не участвовала в этих боях, вот Дега там и так далее, кавалерия стояла в стороне. А у австрийца великолепная кавалерия, прекраснейшие гусары, великолепные уланы, из поляков, кстати, состоящие. Драгуны? Драгуны там не было. Там были гусары, уланы, там были только лёгкие кавалерии, а вот драгуны были неаполитанские. Вы знаете, Неаполь послал, у него была армия не очень большая и не очень хорошая, но они, я бы сказал, элитный корпус набрали кавалерийский, около 3 тысяч кавалерий, великолепные кавалерии. Точно, типа дивизии дополнительные? Да, кавалерийская дивизия, да, вот кавалерийская дивизия неаполитанская. То есть, в общей соде с этим 26 тысяч человек порядка 6 тысяч было кавалерия. Это очень много. много, это очень много, великолепное, и, кроме того, хорошая артиллерия, 69 пушек ещё отличных и т.д., т.е. Наполеон думал, что не так-то просто наравне сразиться с этим, одно дело в горах, понимаете, благодаря энергии, скорости, а здесь наравне никогда, а у него конницы-то очень мало, всей конницы у него, сейчас смотрите, на этот вот сейчас, на начало мая 1996 года у него 36 тысяч человек под рукой, которых может двинуть вперёд, из этих 36 кавалерий только 3500, пушек мало, которых можно с собой взять, т.е. сразиться наравнение не так просто, и вот ещё, нужно форсировать реку По, вот смотрите, посмотрим на карту, вот французская армия находилась сейчас здесь, в районе Александрии, Тартоны, Акви и т.д., задача этой армии – форсировать По и двинуться на Милан, ну, где лучше форсировать, ну, наверное, вот здесь. Где поуже. Где поуже, да. И здесь есть город-крепость Валенца, где есть переправа через пол. Наполеон в условиях перемирия заложил, чтобы Валенцам предоставлять за французу, перемирие с Пимонтовым, чтобы здесь совершить переправу, и австрийцы об этом, естественно, знали, поэтому все главные силы… Откуда они это узнали? Ну, Господи, об этом знали все, условия перемирия с Пимонтом, это знала каждая собака. А как же секретный протокол основать? Нет, это было… одну секундочку, это было как раз не в секретном протоколе. Напрасно. Нет-нет-нет, именно это и было условие, чтобы австрийцы думали, что он будет переправиться в Валенце. Но специально это всё в открытую условию переправы Валенца, и более того, армия концентрировалась к Валенце. Почему он не пошёл… Здесь же мы ему дали мост, но мы поговорим прямо. Ещё раз говорю, у австрийцев 6000 великолепной кавалерии. Ну, манёвр хороший, значит. Здесь равнина, здесь абсолютно равнина. Он не знает, как в поля будут везти его сейчас солдаты, которые славно дрались в горах, но ещё перед такой конницей блистательной, понимаете, на равнине ещё не сражались, так? Это первое. Кроме того, даже если он отбросит австрийцев, они будут отходить на последовательной позиции. Видите, здесь река Тичина. Тичина, Павия, дальше Милан. И так далее, т.е. мы встречаем ещё последовательные препятствия, т.е. могут австрийцы отходить под фронтальным натиском, и тем самым этот бой станет очень тяжёлым и ещё неизвестно, с какими последствиями. Тем более, что пока он переправит только часть войску Валенца, ведь, понимаете, 36 тысяч переправить – это не за один час, это как минимум… Сутки потребуются. Как минимум, как минимум. Это же обоза, это артиллерия, т.е. это сутки, а то и больше. А если они подождут, пока полполовины перейдёт, а оно атакует со всеми силами своими конницами, они разгромят. Поэтому он решил, что надо принять какой-то манёвр, такой манёвр, который позволит ему нейтрализовать вот эти силы австрийцев, и, кроме того, обойти препятствия. И поэтому, показав именно всеми… Он здесь всё сразу начал воскать, мы в открытую готовили переправу Валенца, и поэтому Балье стоял недалёку, абсолютно спокойно, ожидая, уверенно, что сейчас он отсюда переправится, и он им даст великолепную тряпку с помощью своей блистательной, доблестной конницы. А что сделал Бонапарт? Он решил принести стремительный обходной манёвр для этого, я ещё раз подчёркиваю, он приковал внимание Балесу, а ещё нужно сделать то, что будет… Знаете, вот здесь такое выражение французское «fer de lance» – наконечник копья, т.е. ударная часть, и он её создал. «Fer de lance» – получается «железка копья» дословно. «Fer» по-французски – это и «железо», и наконечник. «Fer de lance» – это наконечник копья. Так вот, наконечник копья нужно сказать, что это такое ударное. В ходе кампании в Пьемонте он заметил, как славно дерутся гренадерские батальоны австрийские, и Пьемонтский, тот гренадерский батальон под командой Дель Каретто, который дрался вообще с необычайным мужеством, и он решил, надо бы создать тоже элитные части. У французов каждый батальон в то время состоял из девяти рот – восемь – это обычные роты, фузелерные, и одна элитная рота – гренадерская, если это линейная пехота, а в лёгкой пехоте восемь рот – егерских, и одна – карабинерская. Он решил, почему не взять вот эти роты гренадерские и карабинерские, создать из них не просто батальоны отдельно, а создать из них ударную дивизию, супердивизию, так сказать. И он создал, и он приказал взять в конечном итоге 36 рот, 12 из лёгкой пехоты карабинерских и 24 из батальонов гренадеров, и создать 4 батальона гренадера и 2 батальона карабинеров элитные, т.е. лучших вообще ударную часть 6 батальонов, и поручить её одному из самых таких отчаянных генералов высокого роста, решительный с громовым голосом генерал Дальмань. Дать ему в помощники совершенно отвязного, безумно отважного полковника штаба Ланюсса, который решил битву Приндега, к нему представить Ланна, вот этого будущего звезду полководческого искусства, и Дюпа, Дюпа – это огромного роста такой, дядька тоже, вот таких вот людей элитных, выглавите 6 батальонов гренадер. Естественно, когда эти роты встречались, они вдруг как бы… Знаете, у французской армии ведь были солдатские дуэли, не только были эфцерские дуэли, и когда эти роты, так сказать, образовывались эта дивизия, они, многие солдаты из разных полков, они друг друга, так сказать, проверяли, кто чего стоит, в общем, довольно-таки требовалось там… Начальство с этим не боролось? С этим нет. Нет, ну это было немножечко для того, чтобы все держались… Поддержать себя в форме. Поддержать себя в форме. То есть, но когда они так это проникли, слились, они превратились, ну действительно, а ещё там соревнования, кто, как из какого полка круче, так сказать, будут гренадеры или карбинеры, так, и в общем, это был действительно удар такой, ударная колонна. И вот он приказал 6 мая сконцентрировать их недалеко в районе Кастеджево, и дальше 7 мая в 4 утра авангард под канон Дальмане двинулся вперёд и двинулся… Это восточные тартоны, получается? Это, получается, северо-восточные тартоны, а здесь плоская равнина. Смотрите, вот здесь горы, вот Апинин, они близко подходят к По, ну а до По они не доходят. Вы знаете, все эти места… да, кстати, тоже ещё хотел, все места, о которых я говорил, я всех прошёл, проехал пешком на коне и так далее, поэтому здесь плоская, вот как стол равнина. Вот здесь горы, потому что здесь абсолютно плоская равнина. И вот по этому плоскому месту через Страделло на Пьячинцу французы форсированный марш – 64 км за 36 часов. Это очень много. Это очень много, это очень много. И подошли они, соответственно, в 9 часов утра 7 мая подошли они к Пьячинце. Пьячинца была городом нейтральным, она принадлежала Герцогу Пармскому, но нейтралитет в данном случае сказали, что нам нужно здесь переправиться Пьячинца. Более того, за то, чтобы Герцог Пармский продолжал там дальше править, он ещё должен за это заплатить небольшую… Взлос. Контрибуцию, да. Дело в том, что… Понимаете, по этому поводу, видите, армии было, пардон, жрать нечего, и поэтому здесь ремониться было невозможно. Либо будут грабить солдаты, либо нужно как-то организованно их кормить. А чтобы организованно кормить, соответственно, нужно какие-то деньги добывать. И поэтому если Герцог Пармский хочет остаться править… А правительство, кстати говоря, нужно революционизировать, нужно всех свергать, всех герцогов, королей и республики. Это уже аристократы. Да. А он говорит, знаете что, мы не можем всех там свергнуть и так далее, давайте вот они будут править потихонечку, но помогут армии для благородного дела. Вот поэтому с Герцога Пармского ещё немножечко взяли контрибуцию. Вот. И дальше точно же немедленно стали переправляться на другой берег, и вы знаете, у нас есть по этому поводу великолепное изображение, это просто потрясающе. Это нарисовано участниками, посмотрите. Вот река По, мы видим так, это город Пьяченса на другой стороне, а это на барках, на паромах французские гренадиры переправляются. На первой барке около 500 гренадир под командой Ланна, они переправились, и тут же их уже атаковала австрийская кавалерия, потому что на том берегу везде были разъезды вдоль Сиопо, но, конечно, эти разъезды не могли справиться с французами, которые переправились через реку. Ну, это же не главные силы, всего лишь заслоны. Да, это мелкие заслоны совершенно. И уже точно же началось наведение моста, Андрео Си, командир батальона инженерных войск, точно начал наводить мост, мост был уже готов к вечеру, и началась переправа основных сил. Сначала гренадиры, за ними пошла дивизия Лагарпа. Знаете, интересно, переправа продолжалась ночью при свете 48 огромных факелов, т.е. ночью продолжается переправа, французы переходят через По, но для австрийцев это было, конечно, совершенно неожиданно. А как же они не обратили внимание, что перед ними только что была армия, вдруг её нет, это же должно было насторожить. Нет, 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 французы только часть бросили войск, а часть ещё здесь находилась, она потом догонилась. Т.е. продолжалась… Демонстрационные силы. Демонстрационные силы оставались, потом они будут догонять, т.е. всё это было сделано очень здорово. А что с разведкой? Как это было поставлено? Вы знаете, разведка во всех армиях – это была, прежде всего, конница, которая лёгкая конница… Ну, визуальное наблюдение. Визуальное наблюдение лёгкой конницы. В данном случае между французской и австрийской армией была река По, которая, как видите, здесь шириной несколько сот метров. Вот ширина рядом с Пьячинсой, скажем так, это как Нева перед университетом, примерно. Богато. Серьёзная река. Я в этих местах тоже всё это прошёл, но там переправятся так, это просто, понимаете, какие-то гусары не переплывут на лошади, тут брода здесь нет. Поэтому фактически армии друг от друга были отделены, и каких-то шпионов заслать… Агентурная разведка. Да, ну какая там агентурная разведка. Шпионы в то время абсолютно ничего не могли сделать, они… нет средства передать быстро информацию. Единственное, боевая разведка – это лёгкая конница, которая высылает маленькие отряды, которые пытаются проникнуть как можно больше ближе к врагу. А у французов у них была такая традиция, знаете, мелкими отрядами считалась как-то неприличная, поэтому они высылали на разведку, потом уже в эпоху империи, до дивизии лёгкой кавалерии. Ого! Она шла. Причём она шла с боями, прорываясь, бой всегда обычно был славный, а информации – ноль. Ну, враг там, там их много. Пошлали на разведку, враг разбит. Враг разбит, да. Ну, примерно такого плана. Ну, а если серьёзно, в общем, войска во многом воевали вслепую, потому что очень было мало информации о противнике, очень мало информации о противнике. Ну, естественно, тот же же Болье донесли, что это очень быстро, за несколько часов он получил сведения о том, что француз здесь, и поэтому все те части, которые у него ближе, были немедленно посланы попытаться остановить французов. И вот 8 мая… Ну, ведь ему пришлось бы через Тичино переправляться в Болье. Да, так у него здесь были в Паве переправы, он переправился, вот он здесь. А здесь был Лептай, отряд Лептай был с этой стороны от Тичино, с этой стороны оставил основные части Болье, он переправился у Паве, и впереди идёт отряд Лептая, который попытался задержать вот в этом месте, у местечка Фомбио, французов, приближение французов. Ну, у Лептая было где-то порядка 8 тысяч человек, вот, французы атаковали их решительно, это первые вот эти гренадеры и плюс авангарные части дивизии Лагарпа, это было 8 мая. Отчаянный совершенно бой, интересно, вот посмотрите на изображение, мы видим здесь тот момент, когда французы штурмуют, это нарисовано художник того времени, мы видим тот момент, когда французы штурмуют замок Фомбио. У нас есть великолепное изображение, и вот сейчас можно посмотреть фотографию этого места сейчас, как это выглядит сейчас. Бой закончился блистательной победой французов, Лептай был разгромлен и убежал, так сказать, за реку Адда, за реку Адда открывая французам путь на Милан. В результате получилось, что Балье оказался совершенно здесь отрезан, отряд его крупный разбит, и теперь уже Балье сопротивляться не мог, ему нужно было уходить, уходить через Милан. Он уходил через Милан и уходил даже дальше за реку Адда. И вот здесь, на берегу Адды, произошёл эпизод, который, собственно говоря, стал поворотным пунктом в итальянской кампании. Итак, австрийцы отходят, они отходят к Адде, и они, перейдя через реку Адду, закрепились на том берегу. Они не уничтожили мост, в этом смысле их была, так сказать, ошибка. Давайте посмотрим здесь эту картинку, там, где они находятся. Вот, значит, они не уничтожили мост. Вы видите, вот сейчас картинка, с одной стороны реки стоит около 10 тысяч австрийских солдат, артиллерия, около 14 орудий. Город на другой стороне, город со стороны французов. Французы сходу подошли к этому городу, у них впереди шла дивизия Лагарпа, опять-таки Лагарпа и гренадеры, и буквально сходу они сумели, это было 10 мая, овладеть укреплением этого города. Несколько французских гренадеров, Сюльпис, Каброль, Леон, Гальсе и Брашине залезли через полуразвальные стены, сбили ворота, и французы ворвались в этот город, громя хорватские батальоны, которые, так сказать, были на пути. Но перед ними мост, вы видите вот на этой картине, очень хорошо эта картина нарисована не просто очевидцем, это люди, которые там находились, это всё видели очень точно, перед ними мост 200 метров длины, 200 метров длины, узкие довольно-таки, ширину буквально метров 5, 200 метров длины, на той стороне австрийской арсиллерии. Казалось бы, взять это немыслимо, потому что с той стороны 14 орудий, которые прострелили за этот мост. В общем, конечно, Наполеон мог бы отказаться от штурма этого моста, они уже отходили, но вот здесь, мне кажется, просто великолепно. То, что сказал Клаузевец об этом сражении, абсолютно он траф. Он сказал, Бонапарт был окрылён своими успехами, нет, он был не самоуверен, он был просто полон полнокровного чувства победы. Он понял, что нужно сейчас, может быть, потрясти врага каким-то удивительным, необычайным событием, и поэтому он приказал выкатить все орудия, которые были, постепенно до 30 пушек подвезли. Вы видите, вот на этой картине мы видим французские орудия прямо, так сказать, у моста. Вот он здесь стоит рядом с мостом сам Бонапарт. Открыли огонь эти пушки по австрийским, завязалась мощная артиллерийская дуэль, и в этой артиллерийской дуэли австрийцы стали постепенно проигрывать, потому что всё-таки у французов было больше артиллерии, и она была лучшего качества. И вот когда артиллерийский огонь стал ослабеть, французская колонна, которая стояла внутри города, которая ждала этого момента, она приготовилась к штурму, и где-то в районе 6 часов вечера после того, как огонь австрийцев окончательно ослабел, Бонапарт отдал приказ, и колонна бросилась на мост. Причём вместе с ним были самые лучшие вот эти генералы, Дюпа, Лан, они бросились вместе с этой колонной. Вот видите, на картине изображён тот момент, именно когда колонна идёт по мосту, и в тот момент, когда вылетела на мост, разумеется, австрийские пушки дали залпы, и в колонне посыпались убитые. Ну, понятно, что такой мост 200 метров, в общем, что перейти 200 метров, ну, очевидно, как бы не менее минуты нужно, так сказать, то пройти эти 200 метров, даже самым быстрым шагом. Ну, это пушки успеют раза два точно стрелять. Без сомнения. О скорострельности орудия, можно сказать, что в те времена орудие стреляло нормальная скорострельность, когда важный, так сказать, момент, но она могла легко достигать 3-4 выстрелов в минуту. Вон, 3 выстрела в минуту – это совершенно без вопроса. Поэтому пушки могли пару раз точно выстрелить по этой колонне. Потери были огромные, и колонна заколебалась, колонна заколебалась, груда убитых на мосту, и тогда вот вперёд колонны бросились, сам начальник штаба армии, дивизионный генерал Берсье, бросился дивизионный генерал Массына, генерал Червани, Ланы, Манье, Дюпа, и все вместе со знамёнами генералы похватали знамённость криком «Вперёд, за нами! В атаку! Здравствует республика!» И солдаты, видя вот эти гренадеры, во-первых, они же гренадеры, они же кляли, что они самые крутые, они гренадеры, впереди них сам начальник штаба армии, сам, так сказать, дивизионный генерал, понимаете, вот эта куча генералов, которые впереди них, и солдаты пошли, тронулись, преодолели мост. Причём, когда мы вот здесь видим на картинке, вот уже у конца моста некоторые спрыгивают в воду, некоторые спрыгнули уже прямо там, где было неглубоко, ринули вперёд, и батарея была взята, артиллеристы были перебиты, которые там ещё раз не оставалось, а пехота австрийская, знаете, была настолько изумлена, настолько, очевидно, не ожидали этого броска, этого удара, что австрийская пехота непосредственно сразу за мостом была опрокинута. Ну, часто на этом говорят, что вот и всё, и мост взяли, нет, 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 конечно, всё это было непросто, дело в том, что дальше была вторая линия австрийцев, под генерал Николеттия, она, так сказать, двинулась вперёд, неаполитанская кавалерия, кстати, контратаковала, французы, кстати, понесли большие потери в складки с конницей, но уже, понимаете, они переломили, морально переломили. Кроме того, километр примерно выше по течению, вот на картинке там видно, переправляются кавалеристы генерала Бомона, французская кавалерия прошла выше по течению. В результате австрийцы были уже охвачены из фланга, центр их был прорван, короче говоря, наступил перелом, и всё это бросилось бежать австрийцы, австрийский отряд под командой генерала Се Ботендорфа был вдребезги разбит. Се Ботендорф или Зе Ботендорф? Ведь по-немецки же Се как Зе читается. Ну, вообще всегда пишут Се Ботендорф в нашей классической литературе, понимаете, я в данном случае доверяю классике, переводы наши такие, которые назывались 50-е, 60-е годы, когда действительно переводчики высокого волоса, всегда пишут Се Ботендорф. Странно. Я думал, что это родственник нацистского преступника генерала Вольфа Дитриха фон Зе Ботендорфа. Может быть. Здесь я не буду с вами спорить, потому что, знаете, пускай специалисты по-немецкой литературе пишутся действительно С, С, Е... Ну, С, оно как Зе читается на современных русских языках. Но вот почему-то всегда во всех русских книгах классических и XIX века, и среди XX века Се Ботендорф всегда. Ну, оставим его. Пускай он будет Се Ботендорф. Да. Чтобы отличать его от нацистского преступника, чтобы понимать его зрение. Так вот, по австрийским данным, разумеется, потери 153 убитых, 182 раненых и 1701 пленные. Ну, ясно, что 153 убитых не может быть 182 раненых, потому что всегда на одного убитого как минимум 3 раненых. Три, да. То есть, значит, очевидно, австрийцы потеряли где-то 600 человек убитыми ранеными, 1700 пленных, т.е. 2300 человек примерно. Французы потеряли 500 человек убитыми ранеными. Ну, гораздо меньше всё-таки, потому что проломав, наведя панику, в рядах неприятелей, естественно, они прорвались. И вот по поводу этой битвы ряд военных специалистов говорил, что это нам было бесполезно, риск не оправдан, всё равно австрийцы поступили на следующий день, можно было бы переправиться в другом месте. И Клаузиус великолепно написал. «Так говорят все, кто понимает по стратегии только геометрическую составляющую. Но разве моральное воздействие не находит себе место в законах войны? Если кто-то в этом сомневается, это значит, что он не понял войны в её сложности и не ощутил её души». Действительно рассуждает военный теоретик. «Чем рисковал бы на пару случаев неудачи? Потерей 300-400 человек осторожной критикой нескольких подчинённых до чувством неудобства, которое стёрлось бы через несколько дней. Зато победа дала необычные последствия. Никогда битва не вызвала в Европе такого изумления. Огромный энтузиазм охватил французов, их друзей и их генералов». Понимаете, вот под лодей он рискнул и одержал такую шашеломительную победу, необычную победу, и тут солдаты… Ничего себе! Понимаете, после победы в Емольсе он стал для них, конечно, человеком… Ну да, это… А тут просто блеск какой-то, искромётный гений, и такая вера в победу. Естественно, солдаты… Ну, легенда говорит… Знаете, здесь у нас нет никаких документов типа приказов, отчётов официальных, но эта легенда столь стойкая, я думаю, что, в общем, примерно себе представляет дух республиканской армии, я думаю, что, скорее всего, у нас справедливо. Дело в том, что для солдат… Наполём, когда я приехал, они все говорили его конскринь, новобранец, типа сопляк, да, и они всё называли его конскринь, новобранец, до конца пьемонской кампании, а тут они между собой… О, новобранец-то, может, дадим ему звание? Капрал? Капрал. И старые гренадеры, покрытые шрамами, пришли на бивак, ночью сказали, генерал, мы решили, что ты теперь настоящий наш, и мы тебя производим в капралы. Ну, Наполём, конечно, улыбнулся, принял их, так сказать, бумажку, производство такое свое с благодарностью, выпил там, может быть, стаканчик вина с ними. Я думаю, что это очень в стиле республиканской армии, это очень в стиле республиканской армии, очень в стиле французской армии, я думаю, что это вполне могло быть, тем более после этого у него появилось это прозвище «маленький капрал». Больше его уже дальше не производили, уже не надо было, но вот капрал он получил за биту при лозе. А они всё ещё на «ты» общались друг с другом? Да-да-да, это официально было, и общались на «ты», хотя здесь уже таким образом для солдат, конечно, разрешили им говорить на «ты». Почему? Потому что здесь солдаты эпизодически обращаются, они подошли от всей души, типа, мы тебе хотим вручить, ну, конечно, а уже если вот когда офицер на «ты», вот это вот уже далеко не всегда приветствовалось, и это могли уже, уже постепенно стали переходить на «вы», ну, естественно, в эпоху уже консульства всё уже перейдут на «вы», но ещё вот это оставалось, это зависело от того, с кем… Лан, он всегда говорил на «ты», он даже в эпоху империи будет императору говорить на «ты». Заслуженный человек. Да? Он, понимаете, вот здесь вот на мосту под лодью он сражался, и он наполеону говорил «ты», вплоть до смерти в 1809 году. Вот, ну вот, а что касается самого Бонапарта, с ним произошло то же изменение, он вдруг почувствовал, что он не просто может быть генералом, и он написал позже. «Вандемьер и даже Монтенотте ещё не побуждали меня смотреть на себя, как на необыкновенного человека. Только после лоди у меня появилось мысль, что я мог бы стать решающим лицом на нашей политической арене, и я проникся честолюбием для совершения великих дел, которые до этого рисовались мне фантазией». То есть, вечером 10 мая 1696 года под лодью он подумал, да, наверное, всё-таки не всё время же для этих адвокатишек из директории таскать каштаны из огня. Надо что-нибудь сделать такое значительное. Но вы знаете, дело в том, что они-то это тоже поняли. Было бы странно, адвокатишки они обычно умные. Вот и поэтому коррумпированные директоры, узнав обо всех этих великих победах, они решили сделать вот что – нужно как-то вот так, чтобы его не снять, не наказать, можно разве наказывать за такие великие победы, 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 но нужно сделать так, чтобы всё-таки не было у неё такой возможности. И поэтому они решили сделать гениальную вещь. Помните, мы знаем, что армия Келлерман здесь ставила в Альпах, да? Да. Она должна тоже теперь идти на подкрепление, её часть отправит в другую направление, а часть должна идти на подкрепление, 9 тысяч из армии Келлермана. Они решили, так и Келлерман туда, и что сделать? Армию Келлермана, естественно, остатки её соединить, точнее, не остатки, а вот ту часть, которая придёт с армией Бонапарта, и разделить всё это пополам. Келлерману дать командным в северной Италии, а Бонапарта, ну куда бы его, а, южно, пускай Папа Римского революционизируют. Идеально, идеальный план. Гениальный план, при этом, то есть получается, что армия, она примерно будет 40 тысяч человек, ну чуть больше, может 40 тысяч, половина останется на севере, 20 с небольшим тысяч, а 20 тысяч куда-то пойдут вообще непонятно куда на юг. В общем, это конец точный, потому что у австрийцев же, вот этот балье у него там осталось порядка 20 тысяч человек, он же скоро получит подкрепление, он же не будет просто так, понимаете? Безусловно, он же тылом-то находится к метроболии. Он же близок, он вот совсем прямо, он же Тироль здесь. Естественно, ему пришлют ещё, и этого 20 тысяч киллермана здесь разгромят, а то, что туда Бонапарт пойдёт на юг, он там на юге и останется, конечно, с этим 20 тысяч, вот такой гениальный план. Ну, потому что нетрудно посмотреть на Италию, он довольно узкий, Бонапарта легко отрезать от баз снабжения. Без сомнения. Без сомнения. Ну, вот. И вот, значит, в этой ситуации Бонапарт как раз получил это сразу после Лоди, вот такое письмо, рекомендую, что вот так и так вот подумали, посовещали с товарищами, и вот так вот. И вы знаете, вот на 14 мая пишет письмо, и я вообще тоже, друзья, как письмо, письмо, которое Серюрье 20 апреля, когда он старому генералу объяснял, что там генерал – это только преддверие к вашим успехам, уверенным, вот так, а здесь он пишет правительству, правительству, ещё раз подчёркиваю, ему 26 лет, мальчишка, пишет правительству. «Келерман сможет командовать армией так же хорошо, как я, но соединить в Италии келерман и меня означает всё потерять. Лучше один плохой генерал, чем два хороших. Война, как и управление государством, дело требующее так-то». Нихрена себе, извините. Пишет правительство. Знаете, война – это дело как правильно, дело требует так-то, не так-то с кондачкой, понимаете? Это же подобие головой. И дальше он намекал, что если так, то тогда всё, я ухожу. Всё. Он сыграл, в общем-то, ва-банк. И он понимал, дело в том, что ведь он был единственным из генералов, которые приносят победы, на рынке там ничего ещё не происходит, там ещё ничего не начали нигде, только он приносит победы, только отсюда, из Италии идут, и вдруг если правительство… Мы сняли этого генерала. За что? За что? Ну вот он… Ну со что его сняли? Борзый очень. Там Париж бы весь поднялся, понимаете? Дело в том, что уже по этому поводу там… И правительство понимает, как же его снять? Тем более, что он ведь парень был тоже не дурак, понимаете? У него действительно много… Практически много такого идеализма и порыва сочетается с очень хорошим прагматизмом. Вот эти контрибуции, которые он брал, в частности, распиящийся, он умный человек, он не всё на армию потратил. Кое-что припас. Правительство посылает, что вот тут у нас денежки, вот вы распорядитесь, наверное, знаете, куда их там потратить? Они знали, куда потратить. Вот и поэтому они поняли, ещё и победа, ещё и денежки откуда-то идут из Италии этого парня убирать. Не осмелились. И подписались под его требования – оставить ему всю армию. Фактически с этого момента, в общем, он уже стал в Италии самостоятельно политичным. Всё на волоске висело. В общем, да. Чисто по политическим причинам. Да. Могли запросто. Могли запросто, потому что, в общем, они уже чувствовали, что этот парень уже становится… он переходит… он мгновенно, причём поймите, насколько это быстро. 12 апреля, утром ещё 12 апреля, он ещё никто, вообще просто человек, который приехал. 27 апреля он уже человек победил, который Пьемонт. Пьемонт. Две недели. А ещё через две недели он уже человек, который, по сути дела, ломбардию, прости, занял. Уже который приехал в ломбардии. Но ещё на следующий день-то вообще начнётся что-то потрясающее. Понимаете, французы же оказались, вот они уже у входа в Милан. 14 мая авангарды французовой армии уже были в Милане, а 15 мая Монапарт вступил в сам Милан. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, смотрите, это очень же большой город Милан. Тогда, можно сказать, ну и сейчас он центр Северной Италии, огромный промышленный город, город, имеющий огромное значение. В те времена Милан был, пожалуй, самым экономически развитым городом Италии. Замечательно здесь, вы помните, конечно, вы как специалист по истории оружия понимаете, понимаете, что миланские оружейники и так далее. С 14 века виднейшая кузница всей Европы. И Милан и тогда оставался, так сказать, центром производства, в частности, оружия. Милан – центр сукноделия, да центр многих-многих производств. Здесь была очень развита буржуазия, ремесленники, здесь были очень, так сказать, вот эти идеи Великой Французской революции, они в Милане нашли огромный отклик. Потому что масса прориата. Масса прориата. И масса буржуазии. Масса буржуазии, так сказать, развитое производство, и поэтому о идеях революции здесь уже все говорили. И более, настолько уже это всё, так сказать, поднялось, зная победу Бонапарта, что смотрите, ещё в Милане официально австрийские власти, а с 7 мая горожане образовали гвардию из горожан самостоятельно. Австрийцы уже под командами ГЭЦ и Сербелони, чтобы типа порядок наводить. И униформу для этой гвардии они выбрали, т.е. национальная гвардия, как во Франции. Во Франции синий мундир, белые, ласканы, красные, и палеты, и украшения. Выпушки. А флага и воротники. А здесь зелёные, тёмно-зелёные мундиры, белые и красные, т.е. как по Франции… Очень похоже. Ну, фактически ясно, что подражая французскому флагу, т.е. зелёное, белое, красное. И герцог Глеац и Сербелони, командующий национальной гвардии, это как раз сторонник реформ, как раз, ну, скажем так, человек века просвещения. Значит, 10 мая убежал австретический наместник герцог Фердинанд. По этому поводу много смеха было, по этому поводу, очень интересно, будущий выдающийся знаменитый художник французский Антуан Жангро, он находился, тогда был учеником, и он в Милане учился в живописи, и он по этому поводу карикатуры нарисовал, которая ходила по всему Милану, тот человек, который позже, о котором будем говорить, как портретист Бонапарта, один из самых первых, так сказать, лучших портретистов, он в это время находился в Милане, он среди был тех, кто с ликованием ожидал вступления армии Бонапарта. И вот 15-го… А, да ещё, смотрите, на Палаццо Реале, где был австрийский эрцгесок, когда он оттуда убежал, там написано было «Дворец даётся обращаться к комиссару Соличетти». Мы все знали, кто в армии Бонапарта комиссар. Ну вот, и вот 15-го мая, яркий солнечный день, всё, Милан залит светом, все жители, так сказать, в нарядных одеждах высыпали на улицу. И вот пишет РАГЭ тогда унтерфсер 32-й линейной полубригады. «Я никогда не видел зрелища более величественное, чем наше вступление в Милан. Всё население вышло на нас встречу. Бонапарт ехал перед дивизией Массена. Улицы, по которым мы шли, были украшены, на балконах было много элегантных дам. Энтузиазм и восхищение миланцев были доведены до экстаза». Ну, а Стендаль, который так много жил в Милане, который очень хорошо знал Милану, говорит, «Вступление французов в Милан было праздником для миланцев и для армии. Крики виваться отрисали воздух. Самые красивые женщины стояли окон. Вечером этого прекрасного дня французская армия и миланский народ были уже друзьями. Бонапарт ехал со своим штабом просто под шквалом, благоухающим шквалом из цветов. Просто все улицы были засыпаны цветами, крики восторга, и так далее. Дальше вечером был праздник в Милане. На площади перед собором посадили дерево свободы, как было принято во Французской революции. Вокруг у него устроили огромную франдулу, огромное пиршество солдат на площади перед собором. А в Палаце Реале накрыли роскошный банкет для 300 офицеров армии Бонапарта и высшего общества Милана. Там, кстати, Бонапарт рассуждал о будущем Италии. Он такие фразы говорил. «Вы будете свободными, Милан будет вашей столицей. У вас будет 500 пушек для обороны и вечная дружба с Францией». Отлично! 500 пушек и вечная дружба. И всё это, и всё в порядке. Понятно, что добрым словом и 500 пушками можно делать гораздо больше, чем просто добрым словом. Конечно, да. Ну, выступая с идеями веками просвещения, он говорил, ну, опасайтесь священников, не допускайте их на государственную службу. Ну, это его тоже, так сказать, что священники, они должны быть там, заниматься религией, но ни в коем случае не мешаться в государственные дела. Это правильно, мы сейчас это видим наглядно. Но при этом интересно, посмотрите-ка на план Милана, в центре Милана укрепление, а здесь стоит замок Костелло Милана, т.е. вот так вот укрепление, а здесь Костелло. Так у Костелло-то остался гарнизон, 2000 человек и 52 пушки, т.е. когда всё это происходило, прямо буквально перед замком народ веселился, а в замке сидел австрийский гарнизон. Потрясающе. А что же они себе думали? Ну, неприлично портить людям праздник. Ну, а на самом деле дивизия Масана, она как бы уже вокруг замка приготовилась осаждать, но только со стороны поля, не со стороны города, потому что с австрийским комендантом ты говоришь, ну, нехорошо, люди там отдыхают, веселятся, не надо ничего портить, давайте война в отдельном месте, а в этом месте не будет. Люди тут ни при чём. Люди тут ни при чём. Вы знаете, это шутки шутками, но действительно было подписано, они подписали соглашение о том, что осада будет проводиться только со стороны поля, что со стороны города никакие боевые действия, чтобы город не наносить ущерб. С большим уважением друг к другу. В общем, да. Вы знаете, это вот такие вещи, такие красивые, вот так вот контролировали, так сказать, имеющиеся насилие. Ну, а город продолжал веселиться, нужно сказать, что французов приглашали везде, вот, например, пишет тоже стендаль, что господин Робер – один из самых блестящих офицеров армии, прибыл в Милан 15 мая утром и был приглашён к обеду маркизы Абису, в палатце, который его назначили на постой. Он наделся весьма тщательно, но у него не было бы шмаков, на ногах у него, как обычно, когда он выступал в какой-нибудь город, были верхи, довольно хорошо начищенные его денежником, но подошли отвалились и были прикреплены с помощью бичёвок, искусственно завязанных. Маркиза показалась ему такой прекрасной, и он так боялся, как бы великолепные ливрейные лакеи, прислужившие за обедом не заметили его нищеты, что, вставая из-за стола, ловко сунул им шестифранковую монету – всё, что у него было. Подал на чай – всё в своё состояние, но зато они не заметили то, что у него были подошли. Вот армия в таком виде, т.е. она оборванная, вся, так сказать, разотранная, но она вступает в Милан, такое веселье какое-то наполнило его. Правда, дальше Стендаль совершенно великолепную фразу добавляет. «Позднее восторг пошёл на убыль. Добрый миланский народ не знал, что пребывание армии всегда великое бес». Потому что вначале, конечно, радовались. Потому что армия Бонапарта, конечно, несла на своих штыках не только передовые идеи, но и требовала контрибуции, мы уже говорим. Она их брала в звонкой монете. Ну, ещё раз говорю, что армия нужно было накормить. И вот тоже очевидно, что трудно представить себе всю нищету и все лишения, которые терпела армия, действуя тогда в Италии. Самые причудливые крикатуры, плод изобретательной фантазии наших молодых рисовальщиков сильно остаёт от действительности. Но деньги были, конечно, не только для армии. Они передавались и членам правительства, были непременно в условиях свободы рук Бонапарта. Ну и, наконец, следующее. Молодой генерал был реалистом. Он был далёк от толщенности, но он понимал, что чтобы делать политику, нужны средства. Поэтому часть денег он готовил себе для этого. Здесь, конечно, нужно обязательно сделать уточнение. По меньшей мере, было бы наивно представить Бонапарта как кристально чистого воина, думающего только о благе армии Родины. Но также извращённым был бы образ его представителя и Деляга, который мечтает только о том, как, понимаете… Хапнуть что-нибудь. Для этого он бы остался в Париже. Там у него был пост такой, который позволял бы вот этого делать по полной программе, а он пошёл на приключения. Он пошёл, в принципе, на поиски необычных каких-то приключений. Конечно, он был бы не такой человек, но, нужно сказать, вот, вы знаете, вот все эти реквизиции, поведение армии, они вызвали, естественно, смуту, и к тому же австрийцы послали своих агентов, которые пытались поднять, в общем-то, это недовольство. В Милане, в конечном итоге, через некоторое время возникло недовольство, но его как-то так сумели пригасить более-менее легко. А вот в Павии возникал настоящий бунт, и французский грандиоз был частично… было несколько убитых французов, а остальную часть – маленькую, примерно 300 человек взяли в плен. И тут стало понятно, что дело в том, что это же тыл и армия огромная, это армия, 40 тысяч человек, которые у нас… Ну, не сложное число на такой фронт гигантский. Там впереди ещё 20 тысяч австрийцев, ещё неизвестно, сколько подойдёт, если в тылу ещё всё вот это будет. То есть, Бонапар здесь был вынужден дать жёсткий пример. Павия была взята, 1500 солдат 26 мая штурмовали город, Павия была взята, на 3 часа она была отдана на разграбление, а организаторы всего были расстреляны. И здесь Стендаль, мне кажется, написал правильно, существует обязанность, одно упоминание, которое может показаться жестоким. Главнокомандующий должен расстрелять трёх человек, чтобы спасти жизнь четырём, а уж тем более, так сказать, чтобы спасти жизнь. То есть, в данном случае, видите, Бонапарт не был не только нежесток, не был человек, который стремится, уж тем более тот, который получает удовольствие от подобных вещей, но он был абсолютно реалистическим полководцем, и у него просто другого выхода не было. После этого больше никаких смут и беспорядков на тылах армии не было. Армия исправно получала всё, что ей нужно, Милан стал базой, так сказать, французских войск. Ну, а французы двинулись теперь уже вперёд. Вот эту линию, так сказать, Минчо австрийцы занимали, и французы двинулись прямо на неё, так сказать, 30 мая французская армия форсила Минчо у Баргетто посредине, австрийцы готовились здесь и здесь, они прорвали у Баргетто. Севернее Мантуи. Да, мы сейчас о Мантуи поговорим. И интересно, что вечером 30 мая, когда французы переправили через реку, вроде как всё быстро разбили небольшой отряд австрийский, но Наполеон остался в местечке Валеджио только со своим штабом, а рядом пехота какая-то бивакировала, и в это время вдруг, когда он садился ужинать, в это время раздался крик «Австрийцы!» и всё, там что-то пушка грохнула, и что-то кто-то забегал, и вдруг видишь, что тут огромный кавалерийский отряд. На самом деле были не австрийцы, а неаполитанская кавалерия, но это было неважно. Какая разница, да? Всё враги. В общем, да. И он едва, так сказать, успел выскочить, если ему драгуна дала одного коня, он выскочил в последнюю минуту, сумел избежать пленения. Ну, потом эта кавалерия, она решила, что не надо самосвязываться, она уехала, она не стала по-настоящему атаковать, но если бы она решила по-настоящему атаковать, она могла вполне взять Бонапарта в плен. И после этого он понял – нет, так вот штаб нельзя так без прикрытия оставать. По его решению был создан отряд, который он назвал гиды, по-настоящему гиды вести. Гиды – не только гид-перевозчик, а гиды, проводники, т.е. те, кто сопровождает, т.е. создать отряд гидов. Для этого взяли несколько хороших очень кавалеристов из полков лёгкой кавалерии, из них создали небольшой отряд, сначала одну руту, потом две, которые занимаются только их задача охрана главнокомандующего, чтобы у него на это поводу голова не болела. И этот отряд гидов был поручен Бессьеру, будущему знаменитого маршала империи. Вот с этого момента начинается, можно сказать, начало императорской будущей гвардии. Ну, а 1 июня французы, продвигаясь, вышли уже к Тирольским горам, и Бонапарт написал директории «Австрийцы полностью выброшены из Италии, наши аванпосты стоят у гор Германии». 3 июня он получил ответ директории на своё дерзкое письмо 14 мая, и согласно которому он получил полноту власти на Итальянском театре военных действий. То есть, фактически с этого момента он теперь не просто генерал, он, в общем-то, можно сказать, проконсул в Италии, с этого момента можно сказать, что начинается его опыт политического деятеля. Ну, а впереди у него была мантуя. Итак, сейчас мы поговорим о том, что такое манты. Посмотрите, пожалуйста, на это изображение, вы видите, какой это красивый сейчас город, но это не только красивый сейчас город, это очень интересный город, и это очень интересная крепость. Смотрите, вот чертёж манты. Что такое манты, и почему Наполеон дальше не мог двинуться, не остановившись у манты, не овладев манты? Дело в том, что обычно себе представляют фортификацию, как фортификация – это то, что мешает неприятелю физически пройти, грубо говоря, вот линия, понимаете, линия Зигфрида, грубо говоря, её нельзя не обойти, нужно её штурмовать, или линию Мажино положено, или какие-то линии Сталина. Это же крепости, они контролируют вокруг себя пространство на полтора километра своими пушками. Но почему нельзя пройти манты? Дело в том, что, смотрите, в манты в этот момент находился гарнизон, вот перечисление этого гарнизона – только одно. Гарнизон – 13753 человека, из которых 101 человек штаб, 2345 пехота, 434 кавалерия, 701 человек артиллерия, инженерные войска, 315 артиллерийских орудий, 115 тысяч запасных ружей, 314 тонн пороха, сотни тысяч патронов и т.д. т.е. это мощнейший гарнизон, более 10 тысяч человек, армия – 40 тысяч, пройти вперёд, оставив сзади себя гарнизон в 14 тысяч, ну, надо сказать, 10 тысяч, 14 тысяч было, там, 2000 больных, раненых, ну, оставить позади себя целую здоровенную дивизию… Ну, они дорогу перехватят, да, они всё отрежут, а дальше, к тому же, политически, мы не забудем, что политически всё ещё здесь совершенно не устоявшиеся, эти люди могут… Это не гарнизон замка Милани, там 2000, их просто блокировали небольшим отрядом и прошли, а это громадный, мощный гарнизон. Вот, значит, поэтому Наполеон вынужден был начать осаду Мантуи, это единственный раз в своей военной карьере, когда крепость ему реально его просто связала, он пойти дальше не может, т.е. Мантуя – это опора австрийского владычества в Италии, можно сказать, если Милан – гражданская столица, можно сказать, австрийского земель, то Мантуя – это военная столица, не взяв Мантую, оставив позади себя Мантую, невозможно. Ну, Милан, кто не понимает, стоит практически на равнении, а Мантуя стоит на реке, её гораздо проще оборонять, она удобнее в этом плане. Да, вот по поводу теперь крепости, вы знаете, мне бы хотелось сделать такое маленькое, как говорится, литературное отступление по поводу крепости. Мне придётся повторить, конечно, некоторые вещи, которые вам прекрасно известны, но, может быть, они не всем известны. Итак, мы помним, что в Средневековье и в античной эпоху крепость представляется, прежде всего, вот если в разрезе смотреть, высокая стена, и человек, который приближался к крепости, мог быть поражён в любой части, потому что мёртвой зоны перед этой стеной не было. Вот на стену мы видим сейчас пример замка, здесь тоже называется мышекули, вот эти отвесы, через которые можно бросать камни и всякие прочие нехорошие вещи на людей, стрелять. Конечно, и тогда лучше бы было иметь нечто, что фланкирует, простреливает пространство перед стеной, башни. Почему башни нужны были? Но это всё-таки было приятным добавлением, можно было теоретически, можно было… и были такие крепости, которые были просто огромной высоченной мощностью. Сколько угодно. Например, наши восточные и южные соседи вообще башни использовали минимально, они просто делали высокую большую стену и чувствовали себя замечательно. Совершенно верно. Ну вот, появляется конец XIV века, начало XV, появляется артиллерия, и перед страшной мощной, так сказать, мощью тяжёлого ядра всё это начинает разваливаться. Тогда как сделать так, чтобы стену не было пробить? Начинают насыпать, как понимаете, позади вал земляной. Это уже значительно укрепляет, но остаётся ещё зубцы, они же подвержены попаданию ядра, т.е. зубцы можно снести ядром. Поэтому возникает необходимость сделать вот что. Итак, вот теперь профиль. Стена, насыпанный вал, спереди каменная отделка, а здесь не зубцы, а бруствер, за которым стоит стрелок. Что в результате получилось? В результате получилось, что человек, который находится здесь, в него невозможно никак попасть. Приходится стрелять вот самое близкое, место, куда можно попасть сюда. Т.е. всё это пространство перед стеной находится в мёртвой зоне теперь. Таким образом, раз в это мёртвой зоне, сюда можно чего угодно доставить, подложить здесь, пробить в стене, взорвать её, поломать. В конце концов лестницу принести и полезть вверх все вместе. Хотя бы так, да. Т.е. возникает необходимость, уже не пожелание, а необходимость фланкировки. Т.е. нельзя без флангового огня жить. Стена должна быть чем-то прикрыта. И первое, что делают – строят большие, плоские, невысокие башни – рандели с толстыми стенами. Но всё-таки этого даже становится уже скоро недостаточно. И вот итальянские инженеры в 15 веке, в начале 15 века создают пятиугольное укрепление. Вот вы сейчас его посмотрите, вот пятиугольное укрепление – стены Вероны. Вот оно, пятиугольное укрепление – бастион. Бастионы имеют, соответственно, небольшие, короткие фланки. Вот это называется фланг от слова «бок». По-французски «флан» – это «бок». Понятно. А «фас» – это «лицо». Т.е. два бока и два лица. Значит, эти фланки, на них ставятся артиллерии, они могут простреливать стены. В общем, это уже серьёзно поддерживает стены. Но выясняется, что постепенно, со временем, что итальянские бастионы маловаты, нужно их делать больше. Начинают их делать больше, начинают появляться другие ещё укрепления, мы о них сейчас поговорим. И постепенно крепость превращается в очень сложное фортификационное сооружение. Главное отныне… Силой крепости вовсе не в высоте стен, а главная сила в правильном распределении этих стен. Огневая система. Огневая система. Фактически отныне в крепости всё держится на том, что всё под перекрёстным огнём, всё перекрывается перекрёстным огнём. И вот в середине 17 века французский военный инженер Жан Себастьян Лепретор Вабан, который называли, можно сказать, отцом фортификации, он за свою жизнь 300 крепостей перестроил и 30 полностью построил новых. Он огромная… Богатая карьера. Гигантская карьера. И Вабан создаёт, в общем-то, систему. Эту систему можно посмотреть для начала, как выглядит система укрепления. Вот видите… А всем жителям Петербурга можно пойти на Петропавловскую крепость и посмотреть её вживую. Мы сейчас об этом поговорим дальше. Смотрите. Итак, у нас имеется стена, здесь стоят стрелки и пушки. Дальше у нас идёт ров, а перед орвом, вот что очень важно, насыпается гласис – это такая вот покатая насыпь, которая мешает стрелять по стене. Кон – же контрэскарб. Кон – нет, контрэскарб – вот это эскарб, всё, что… эскарб – это по-французски откос. Эскарб – эскарб. Контрэскарб – это обратный откос рва. А гласис – это вот насыпь такая. Позади этой насыпи появляется пространство, в котором можно находиться в прикрытом от огня. Называется оно прикрытый путь. Вот это как бы участок у нас стены, а теперь всё уже вместе, смотрите, как уже начинает выглядеть. Вот бастионы, между ними куртины, вот гласис, как видите, здесь крытый ход, это площадки крытого хода, которые позволяют здесь накапливать, скажем, войска для внезапных вылазок. Это, кстати, выходы возможных этих вылазок. Дальше на валах, на бастионах может быть дополнительное, так называемый, кавальер, т.е. это дополнительное как бы укрепление внутри. Перед бастионами во рву строятся вот такие треугольные укрепления – ревелины, которые прикрывают бастионы прямого огня и позволяют ещё более усложнить эту систему, так сказать, оборонительную. Вот всё это приводит к тому, что фактически штурм, так сказать, крепости в упор, он становится практически абсолютно невозможным. Ну, сейчас надо посмотреть ещё вот этот вот рисунок, вам, конечно, понятно прекрасно, что и такой вы сказали о Петропавловской крепости. Должен сказать, что Петропавловская крепость является не просто построена по системе Вабана, первым строителем нашего города является Жозеф Ламбер, французский военный архитектор, инженер, который прибыл на русскую службу в 1701 году и 10 лет, которая стояла на русской военной службе. Он нарисовал проект Петропавловской крепости, так он ученик Вабана, он сделал её строго по Вабану. Разумеется, сейчас она немножко, то есть, она много ещё перестроена, мы вот здесь видим как раз, видите, что было, вот Равелин был впереди, Равелин и два полубастиона, которые соединены мостом, отделены рвом от основных бастионов, но в общем и сейчас читаются эти укрепления. Вполне. Мы здесь видим, что отныне фланги бастионов довольно большие, на них ставится большое количество орудий, они позволяют простреливать всё пространство перед фасом соседнего бастиона, теперь всё отныне держится на перекрёстном огне. И штурмовать крепость, ну понимаете, мы знаем все исключения некоторые из правил, в частности знаменитый штурм Измаила с форумом и так далее, но дело в том, что штурм крепости отныне становится только вещью исключительной, в каких-то исключительных обстоятельствах он возможен, и когда вы готовы положить любое количество народа, ну и когда крепость всё-таки не очень уж такая сильная, потому что уже те крепости, которые были, ну скажем, такая крепость, как Майнц или такая крепость Мантуя, попытаться штурмовать основной крепостной обвод, но это положить любое, например, данное количество людей невозможно. Да, абсолютно. Значит, Измаил, там ещё можно было как-то с ценой чудовищной постели, с ценой благодаря огромной отваге русских солдат, но ещё и огромной крови русских солдат. Европейские же крепости, построенные уже по всем правилам и фортификации, много рядов укреплений, каменные и так далее, там просто невозможно с помощью лестниц, ну иногда, однако. Ну вот французы в 1642 году штурмовали Прагу, но это было как? Это внезапно, просто Праги не знали о встрече, что французская армия уже приближается, и французы просто стремительно атакой овладели Прагой, она была не готова, просто это внезапный захват. Как у нас говорили, изгоном в замок в Топта, в Кремль в Топта. Именно так, вот что-то в таком духе. Были такие примеры, но штурмовать крепость, которая знает, что армия подошла, в которой гарнизон, как в мантуе, 10 тысяч человек, это колоссально. Это немысленно, понимаете, 300 орудий, представляете, гарнизон 10 тысяч, 300 орудий, это вообще просто, ну как бы это всё, это можно положить, туда можно было хоть... 60 тысяч человек пригнать, 50, они бы там все погибли. Все погибли, сколько угодно, этого никто никогда не не делал. Так вот, и именно поэтому появляется система, которая тоже автором во многом является Вабан, штурма и обороны крепостей. Здесь параллели и опросы? Совершенно верно. Что нам рекомендует специальный лепректор Вабан делать? Прежде всего, когда мы подошли к крепости, нужно блокировать надёжно, отрезать все, так сказать, подвоз к крепости, а дальше закладывается, примерно в 800 метрах закладывается огромная такая гигантская траншея. Ночью это делается, называется она «Первая параллель». Для чего она делается? Для того, чтобы здесь сообщение вокруг крепости можно было создать сообщение вокруг крепости, для того, чтобы мы могли здесь передвигать войска и передвигать наши орудия, подвозить, куда нужно, боеприпасы, порох и так далее вокруг крепости. Это делается обычно несколько ночей. После того, как параллель вот эта построена, от неё начинают именно опроши, опроши от французского «опроши», приближаться, опроши. Видите, они идут зигзагами. Почему? Чтобы нельзя было прострелять вдоль, понимаете? Да, понятно. Ну, вот они идут зигзагами, и в процессе построения опроши закладываются осадные батареи. Что значит закладываются батареи? Ну, посмотрите рисунок, что такое у себя представила батарея, какой-нибудь мощный брустер, это делается в течение обычно, скажем, недели, а то и больше, строится вот эта подробная батарея. После того, как батареи будут готовы, а опроши уже выходят, очевидно, где-то уже ко второй параллели, сюда на батарее ставятся пушки, их вооружают. Это обычно происходит какую-то ночь. Батареи вооружены, а когда они уже будут вооружены, открывается, уже когда всё будет готово, начинается огонь. Этот огонь ставит собой задачу, как говорили тогда, потушить огонь крепости. Контрбатарейная борьба. Да. То есть, задача этих батарей – сбить пушки неприятно. Почему? Потому что дальнейшее приближение – это всё уже здесь, смотрите, здесь у нас расстояние до крепости уже где-то 400 метров, так дальше приближаться, если огонь артиллерийский будет сильный – это немыслимо. Поэтому задача – бить по орудиям. Причём, смотрите, так как гласис не закрывает полностью всё-таки гласис вот до сюда, а верхняя часть… Мы здесь пушки врага увидим. Поэтому можно работать по пушкам врага. Крепость – вал мы не можем разбить. Потому что будут ядра упираться в гласис. Совершенно верно. Ядра будут упираться в гласис. А пушки мы можем сбить. Поэтому задача батареи – сбить пушки. Кроме того, иногда ведётся огонь внутрь крепости, деморализующий, кидают туда бомбы. Но это не обязательно. Главная наша задача – потушить огонь неприятеля. Когда эта задача более-менее решена… Да, кстати, а почему это можно… Крепость ведь строилась задолго, а у нас тут какие-то просто построили земляные укрепления. Дело в том, что у нас-то батареи сконцентрированы. Грубо говоря, нам нужно бить по одному бастевонному фронту. На нём всего 5 пушек стоит, а мы на нём можно сконцентрировать 15 пушек. Правильно. Потому, что крепость должна защищать все свои стены, а вы можете свою артиллерию притащить на маленькие участки. Совершенно на маленькие участки. И наша задача… После того, как мы этот огонь потушили практически, тогда уже закладывается вторая параллель, и дальше от неё снова продолжаются опроши, и задача нам в конечном итоге сделать что? Венчание гребня гласится, называется это вражение. Венчание гребня гласится. Нет, никому венец не клавится. Нужно вот до гребня гласится дойти, докопаться до гребня гласится, и поставить батарею уже теперь прямо на дистанцию, буквально вот рва, т.е. на дистанцию положим 50-60 метров. Т.е. мы батарею устанавливаем просто в упор, для огня в упор. Тяжёлая артиллерия. Но это, естественно, может происходить только когда огонь уже полностью потушен. Естественно, противник ведёт огонь из ружей. Но это уже не так страшно. Работа ведётся ночью, ставится батарея, и уже когда брешь батареи начинает работать, тогда обычно стену разносят, в общем-то за один-два дня пробивают огромную брешь. В этой ситуации, естественно, гарнизоны предлагают капитулировать. И обычно дальше уже начинается вот такая игра. Дело в том, что если брешь пробита такая легко проходимая, то у гарнизона шанса нет. И тогда гарнизон обычно договорился на свободный выход, старался договориться на свободный выход. Но здесь вот такой момент, если уже брешь совсем явно большущая, то тогда ему свободного выхода не дадут. Скажут, да, принимают, но капитуляция. Складывайте оружие, и всё, плен. Поэтому гарнизон должен был найти тот момент, когда можно ещё сдаться на условиях свободного выхода. То есть, выход с оружием, с знамёнами, с воинскими почтами. И с пулей в зубах. Пулей в зубах, да. Это самое высшее, помните, после Нарвы Шведа вышли с пулями, с пулей во рту, как знак именно отважной обороны, что они готовы. И когда ещё были мушкеты с фитилями, с зажжёнными фитилями, пуля во рту, с зажжённой фитиль, т.е. вы вышли в полной боевой готовности, вы не сдались, вы не сломлены. Но чтобы такие условия предоставили, соответственно, и гарнизон крепости должен был храбро обороняться. В общем, здесь была игра такая между наступающим и обороняющимся, каким образом, насколько быстро он сумеет пробить эти укрепления. Штурмать же без пробития этих укреплений невозможно. И манты, посмотрите, манты в этом смысле обладала следующей особенностью. Смотрите, она находится на острове, на Большом, и ещё на острове. Здесь укрепления не очень сильные, потому что здесь её укрепляют как бы болото и водные рубежи. А с этой стороны два озера, точнее, три озера – верхнее, среднее и нижнее озера, но они шириной, так сказать, несколько сот метров. По этим озёрам идут две дамбы. Одна дамба Сан-Джорджио, другая дамба цитадели. В то время вот это Сан-Джорджио – это были только полевые лёгкие укрепления, т.е. предмостное укрепление лёгкое, а цитадель была мощным укреплением. Вот это была настоящая крепость. И вот здесь действительно мы видим бастионы, равелины, мы видим, соответственно, гласис, прикрытый ход, и так далее. Вот эту цитадель невозможно, немыслимо взять без осады. И эти укрепления тоже можно взять только с помощью осады, но… Кам неудобно. Да, но здесь задача очень сложная – сделать осаду. Поэтому, видите, здесь манту нужно было осаждать комплексно, так сказать. Нужно было, очевидно, осаждать и цитадель, и одновременно обстреливать, бомбардировать её, так сказать, составляя неприятные неудобства, ну и, по возможности, вот штурмуя вот это укрепление Миллиаретта. Вот примерно такая ситуация манты. Итак, французы подошли к крепости 3 июня, и 4 июня штурмы владели предместием Сан-Джорджио. Я ещё раз говорю штурм, потому что это полевые укрепления, это может взять штурм. Вот Своров брал предместие Варшавы, там были укрепления… Прагу. Там были предместия укрепления полевого типа, и поэтому Александр Васильевич взял эти укрепления. Здесь то же самое Сан-Джорджио, это такое же предместие, как вот примерно… Поэтому французы сходу овладели этим укреплением. Австрийцы, кстати, бежали по этому мосту чуть-чуть, в последний момент успели развести, потому что здесь разводной мост, естественно. Но французы не успели сходу за них крепить. И вот началась дальше, увы, осада. В результате что получилось? Французская армия остановилась у крепости Манты, её передовые части прошли вперёд, дошли до прекрасного города Вероны, Рома и Джульетта, да, и вся красота, Верона, озеро Гарда, вот эти замечательные места, смотрите, где французская армия, куда пошли передовые дивизии – Ажеро, Массена, де Спинуа, они расположились здесь, это Верона, река Адиджи, и прекраснейшее – Озеро Гарда, Дезенсана, сейчас такие места – это же просто фантастика, это Озеро Гарда, это просто какой-то рай такой. Только фотографии видел. Потрясающе. Вот, ну вот сейчас видите, как раз Озеро Гарда, смотрите, какие красивые. Итак, Озеро Гарда, вот здесь располагается прикрывающая осада армия, а вокруг Манты 10 тысяч серюлье. Ну вы скажете, а почему 10 тысяч, вы внутри 10 тысяч здесь? Так вы понимаете, ситуация-то какая? Мантуе сложно войти, и выйти из неё тоже сложно, потому что, чтобы атаковать французов, как вот, по Пайсиму, так сказать, узким дамам, понимаете, тоже выйти очень сложно, или через эти болота, т.е. Мантуе сложно брать, но и сложно из неё контратаковать, для этого нужно иметь большое чистое превосходство, а вот примерно равные по чистое, 10 тысяч там, 10 тысяч здесь, они между собой ведут осадную войну. Серюлье начал осаду Манты. Т.е. он её просто, получается, блокировал, блокировал гарнизон, обезопасив манёвр армии. Блокировал, но одновременно он ждал прибытия тяжёлой артиллерии, дело в том, что в конечном итоге французы замок миланский возьмут, с него пушки снимут и сюда пушки доставят. Да, замок он просто сдастся, после некоторой осады он капитулировал. Там просто хотелось выпить со всеми вместе, все видели, как там веселятся. Ну да, в общем, в конечном итоге надоело, они капитулировали. И пушки, вот эти прекрасные тяжёлые пушки из Милана, пушки из Тартона, их сюда привезли к Манту, и здесь Серюлье начал осад. Но, знаете, вот что интересно, что в этот момент осада, война. О чём думает Наполеон? Ну, конечно, об этой войне, это само собой, он отдаёт приказы, он весь в какой-то бешеной энергетической деятельности, но его ум, вы посчитаете его письма, он безумно влюблён, он влюблён настолько… Это же буквально он только-только от неё уехал. Да, он только уехал. У нас три лекции прошло, а у него там месяц. Ну, не месяц уже, он уехал 11 марта, а уже у нас июль с вами. Ну да, больше, больше, да. Уже, так сказать, у нас апрель… Квартал прошёл. Уже 36 месяцев. После того, как она держалась, после того, как Милан уже стал, так сказать, в руках французов, он хотел, чтобы она приехала, приехала в Милан, в Милан можно спокойно жить, он ведёт где-то войны в 100 км от Милана, но в Милане там может находиться, это же не прифронтовая полоса, понимаете? Безусловно. И он писал об этом… Да и город хороший. Да и город хороший. Но она совершенно не хотела приехать, она же вышла на неё замуж, какой-то смешной, забавный, какой-то чудной человек. А теперь к этому чудному человеку куда-то ехать, в какую-то Италию? Вы знаете, для неё, для такой до мозга костей столичной дамы, для неё ехать в Италию – это вообще как… Сейчас москвичке какой-нибудь предложить… Гордичи. Да, в таком духе, в Тамбов какой-нибудь, понимаете, поехать. Она… Как, мне туда ехать? А Жозефина нет. И, значит, она… Тем более… Смотрите, те же все говорят о Бонапарте, он его здесь славит, поэтому она, когда появляется в опере, все аплодируют, кричат «Здравствуй, мадам Бонапарта», гражданка Бонапарта, сидит военный Бонапарт. Когда она появляется на балах, все восхищаются ей, ну, естественно, куча кавалеров, которые за ней ухаживают, так сказать, и так далее, она вовсе не хочет из Парижа никуда выезжать. Удобно жёв. Ну, просто великолепно. Вот, да, Бонапарте ей пишет, она вообще… Я приеду, я приеду, я приеду. И вот, смотрите, письмо Бонапарта, значит, из Миланово, 8 июня. «Жозефина, ты должна была уехать 5-го из Парижа, потом должна была уехать 11-го, а ты не уехала 12-го. Моя душа была открыта для радости, а теперь она наполнена болью. Почта приходит и приходит, а там нет твоих письма. Когда ты мне пишешь несколько слов, чувствуется, что за славами нет глубокого чувства. Твоя любовь ко мне была пустым капризом. Мне кажется, что ты сделал свой выбор. И знаешь, к кому обратиться, чтобы меня заменить? Я тебе желаю счастья. Если не постоянство, не хочу сказать, коварство можете его дать. Ты никогда не любила. Я форсировал мои военные операции. Я рассчитывал 13-го быть в Милане, а ты всё ещё в Париже. Я ухожу глубь своей души. Я хочу заглушить чувства недостойно меня. Если слава недостаточна для моего счастья, то она хотя бы приносит элемент смерти и бессмертия. Моё несчастье в том, что я плохо тебя знал. Твоё несчастье судить меня тем же мерками, что и других мужчин окружающих тебя. Моё сердце никогда не испытывало ничего незначительного. Оно не желало любви, но ты внушила ему страсть без границ, опьянение, которое его разрушает. Твоя мысль была о моей душе важнее всего природе. И тогда вот, видите, у него сумбурный такой поток. Он идёт, огромный поток. Вот. Твой каприз был для меня священным законом. Иметь возможность видеть тебя было для меня верховным счастьем. Ты красива, грациозна. Твоя душа нежная и возвышенная отражается в твоём облике. Я обожал себе всё. Более наивную, более юную, я бы любил тебя меньше. Добродетелью для меня было то, что ты делала. Честью то, что тебе нравится. Слава была обрекательна для моего сердца только потому, что она была тебе приятной и льстила твоему самолюбию. Твой образ был всегда в моём сердце. Не было мысли, чтобы увидеть его и не покрыть посылами. А ты не удержала в руках мой портрет в течение шести месяцев. От меня ничего не ускользнуло. Если так будет продолжаться, если я буду любить тебя безответно, это единственная роль, на которую я не могу согласиться. Жозефина, ты могла составить счастье человека с более простой душой, а ты принесла мне несчастье. Я почувствовал это, когда ты ежедневно захватила власть безграниц над моей душой и проработила все мои чувства. О, жестокое! Зачем заставлять меня надеяться на чувства, которые ты не испытывала, но упрекать недостойными? Я никогда не верил в счастье. Все дни смерть витает надо мной. Жизнь стоит ли она того, чтобы подниматься за него столько шума? Прощай, Жозефина, оставайся в Париже. Не пиши мне более. Постарайся, по крайней мере, уважать мое одиночество. Тысяча ножей раздирают мое сердце. Не вонзай же мне глубже. Прощай, мое счастье. Все существует для меня на земле. Вот такой поток, поток, и тут гнев, и восторг, и страсть, и отчаяние, и все. Вот все это. Я еще раз прощаю. Это что, думаете, одно письмо? Таких куча, чуть не каждый день. Причем я цитировал не полностью, оно просто безумная длинная. Но все-таки вроде как она хочет ехать, и потом она им, знаете, это вообще. Она им сказала, я больна. И вы наоборот пишите. Из Тартона. Приехал Тартона, и получается, что она больна. Она больна. И он пишет. Это она просто так пошутила. Моя жизнь – это кошмар. Ужасное предчувствие мучает меня и мешает мне дышать. Я потерял больше, чем жизнь, больше, чем счастье, больше, чем отдых. Я почти потерял надежду. Я посылаю тебя специального курьера. Он только 4 часа пробудет в Париже и сразу отправится обратно с твоим ответом. Напиши мне 10 страниц. Быть может, это немного меня успокоит. Ты больна. Но ведь ты меня любишь. Я пищаю от тебя. Я не увижу тебя. Эта мысль повергает меня в ужас. Я так многим виноват перед тобой. Я не знаю, как это объяснить. Я же осуждал тебя за то, что ты осталась в Париже. А ты больна. Прости же меня, моя возлюбленная. Любовь, которую ты мне внушила, лишает меня разума. Я ведь тебя не увижу, если ты не вылечишься от этого недуга. Мои предчувствия так ужасные, что я бы все бы отдал, что только увидите на 2 часа. Прижать тебя с моей груди и умереть вместе с тобой. Кто ухаживает за тобой? Наверное, гортензия. Это ее дочь от первого рака. Я все больше люблю этого милого ребенка с тех пор, как понял, что она может утешить себя. А у меня нет никакого утешения, никакого отдыха, никакой надежды до тех пор, пока не приедет обратно курьер с письмом от тебя. Я ничего не знаю о твоей болезни. Будет ли она долгой? Опасна ли она? Я отправляюсь в Париж. Я отправляюсь в Париж. Мой приезд поможет победить болезнь. Я всегда был удачлив. Но сейчас я поражен в том, что ты мне дороже всего. Жозефина, как можешь ты так долго не писать мне? Твоё последнее письмо было 3-го числа этого месяца. А сейчас 27-е. 27-е флориале. Оно всё время у меня в кармане. Твой портрет, твои письма всегда передо мной. Я ничто без тебя. Я едва могу понять, как я жил до твоего появления. Жозефина, если ты меня любишь, если ты считаешь, что есть опасность для твоего здоровья, береги себя. Я не могу осмелиться просить тебя предпринять такой воежд, да ещё пожари. Твоя болезнь, вот о чём я думаю. Без аппетита, без сна, без интереса к друзьям, к славе, к отечеству. Весь мир не существует для меня. Что я могу сказать? Сразу видно, что, несмотря на все свои военные дарования, человек в личной жизни был, мягко говоря, неопытный. Да, совсем. Понимаете? Потому что взрослой женщине писать такую ахинею нельзя. Или просто напрямую вредно. Понятно. То самое-то, понимаете, что он же серьёзно подумал, что она больна. Она писала дураку, ну я больна, ты больна, и вот человек просто, понимаете, он исходит. Но самое, понимаете, о нём кто-то, я ж не помню, кто и сказал очень метко из специалистов по истории компании, что у него вся эта итальянская компания происходила к какому-то такому возбуждению. Он весь в состоянии возбуждения. С одной стороны, это дикая страсть побеждать, это даже такая книга, и вам её филар де ванка, то есть бешеное желание побеждать, вот это истеричное желание побеждать, побеждать, и в то же время это безумная любовь, которая его всего наполняет. То есть, понимаете, он от одной страсти к другой. Вот он на коне, он весь наполнен энергией, он наполняет людей, он весь харизма, и он прыгнул с этого коня, он вошёл, так сказать, в какое-то помещение, и вдруг он всё, и у него вот эта вся его любовь, которая его… Как страшно жить-то было ему, а? Да, в общем, да. Вот. Но, тем не менее, это не мешало ему, так сказать, решать военные вопросы. Это же наоборот, думаю, он подстёгивал, придавал ему, так сказать, как это, тонуса. В общем, да. Вот. Ну, значит так, в этот момент он получает из Парижа всё-таки инструкции, надо типа с Папой Римским там разобраться, ну же революции нет, ну как это? Французские революционные войска вступили в Италию, что-то тут у мантуи делают, а где революция? Почему её нет? Надо пойти на Папу Римского, сверху Папу Римского, восстановить в Римскую республику, чтобы не топтали убийцы Басвилля прав победителей Тарквини, чтобы снова республику, там даже было, чтобы восстановить на Капитолии статуи героев древней Римской республики и так далее. Вот великая задача. Ну, Бонапарт, потому что бредовая задача, понимаете? Дело в том, что у него, ещё раз, 40 тысяч человек, 30 тысяч прикрывает осаду мантуи, 10 тысяч осаждает мантуи. То, что там вот сейчас из гор вылезет, это неизвестно. Они Болье выкинули, Болье отступил, так? Ну что, он отступил навечно, что ли? В ни в коем случае. Это же Австрийская империя, у неё ещё огромные резервы, и поэтому Бонапарт делает очень, я бы сказал, тонко, он изображает поход против Папы Римского. Его войска двигаются в южное направление, они вступают в Болонию и Феррару. А, кстати, Болония была уже городом, который тоже под влиянием всех этих революционных событий, это город на территории папских ладней, там уже тоже все эти революционные движения, и поэтому, смотрите, вступление армии в город было сплошным триумфом. В течение тех нескольких дней, которые Наполеон пробыл в Болонии, этот город совершенно изменил свою физиономию. Никогда революция не менялась с большей быстротой нрава и обычаи народа. Это он сам пишет. Все, кто не приезжал к духовенству, обретились военную форму и нацепили на себя шпагу. Да и из духовных лиц многие были увлечены теми же идеями, которые воодушевляли народ. Город и частные лица устраивали множество празднеств, носивших характер народности и величия, какие впервые видела Италия. Французский главнокомандующий появлялся среди народа постоянно, без охраны, и каждый вечер отправлялся в театр без всякого другого эскорта, кроме баллонцев. То есть, вот он освободил, если так можно, Болонину, по крайней мере, здесь он сделал маленькую революцию. А что касается Папы Римского, ему, в общем-то сказать, скажет, что, знаете, если будете дальше плохо себя вести, то есть, высылать войска против Французской республики, то можно… Пострадать. Пострадать. И Папы Римского, а может быть, несколько миллионов золотых решит, так сказать, судьбу… Отца французской демократии. Да, отца французской демократии. Торг здесь неуместен, и потребован 21 миллион. Неплохо. Это по тем временам фантасамагорическая сумма, потому что миллион – это серебряные деньги, тогда, ну если очень приблизительно, ливр тогда, позже потом станет франком, это что-то порядка по покупательной способности – 12-15 евро. Значит, 21 миллион – это так это 250 миллионов евро, так хорошо. Вот заодно ещё произведение искусства, на всякий случай, для Парижа, по выбору французских комиссаров. И Папа выдал всё это. Папа, надо понимать, был не просто богатым деятелем, архибогатым, эти 21 миллион было для него много, но не смертельно. Но не смертельно, да. И вот в результате таким образом, например, он как бы исполнил указания правительства, он двинулся против Папы, но потом, видите, пришлось заключить мирный договор, Папа предлагает вот такое выгодно, ну и правительство, естественно, из этих 21 миллиона… Революция или 21 миллион, конечно, лучше 21 миллион. Да, лучше 21 миллион. Правительство получило, так сказать, эти деньги, большие деньги, конечно, пошли на армию, армия уже итальянская, с этого момента, вот уже когда вокруг манты, она уже начинает получать часть жалования в звонкой монете, это вообще для всех было совершенно обесценивающее ассигнация, в итальянской армии, ну не всё жалование, но большую часть жалования начинают платить серебром и золотом, вот, всех уже приоделись, накормили, напоили, ну зато требует, конечно… Подошву пришили к сапогам. Да, подошву уже, купили бы башмаки и так далее, вот. Ну а сада манты продолжается, в ночь с 17 на 18 июля французы попытались овладеть мантыю следующим образом, значит, часть войск была предназначена для атаки, миллиаретта, выданная, а часть должна была высадиться здесь в тылу и помочь, так сказать, проникнуть в миллиарет. На лодочках. Да. Но дело в том, что из-за жары озёра обмелели, и французские лодки сели здесь на мель, да ещё под огнём, так сказать, неприятеля, в результате весь этот манёвр сорвался, захватить манту не удалось, пришлось осоздать по-настоящему, и началась настоящая осада. К 29 июля всё практически было уже готово до настоящей осады, и 29 июля на рассвете пушки заговорили, вот именно то, что мы говорили, потушить огонь, так сказать, крепости, и уже перейти к брешбатареям. Кроме того, кроме огня по стенам крепости били большое количество бомб, метали в городе, в городе начались пожары, а крепость, так сказать, усиленно долбили со стороны миллиарета брешбатареи. Это было 29 июля, и уже к 31 июлю можно было крепость либо брать, потому что же пробиты бреши, либо навязывать ей условия посчётной капитуляции. И это, без сомнения, было. Но в этот момент пришло потрясающее известие. Из гор со стороны Тироля, со стороны Озерогарда идут, видимо-невидимо, огромная австрийская армия идёт для того, чтобы разобраться с тем, кто нарушил спокойствие австрийских владений в Италии. Всё ещё, оказывается, только начиналось. Это было просто маленькое предислое перед великой итальянской кампанией. Во как! А у меня вопрос. Вот мы сейчас говорили только, что Жозефина писала Наполеона, Наполеон Жозефине, директория приказывала ему какую-то ахинею про революцию в Риме. Это сейчас нам легко представить, мы пришли к компьютеру, набрали СМС, это через секунду оказалось там в Австралии, где угодно. А тогда это с какой скоростью всё перемещалось? Это же курьер должен был доставлять, понятное дело. Вот видите, у нас очень просто. 14 мая он написал по поводу того, что он не собирается делить армию на две части. Итак, 14 мая. 3 июня пришёл ответ согласия. Итак, с 14 мая до 3 июня. Таким образом, у нас письмо, грубо говоря, идёт в одну сторону… 19 дней, получается. Почему нет? В одну сторону идёт порядка 10 дней. Да, да. 9-10 дней. 9-10 дней в одну сторону. Довольно быстро. С одной стороны, с другой стороны всё-таки задержка была вполне заметная. 20 дней. 20 дней. Но тем не всё-таки вообще не было понятия, по политическим вопросам можно было постоянно консультироваться, но, конечно, по вопросу какие-то тактические, стратегические… Но не успело просто ни с кем проконсультироваться, понятно, приходилось решать на месте. Потому что прозвучали слова, например, что в Париже, когда узнали о победе Наполеона, сразу нужно как-то себе представить, что узнали с лагом времени 10 дней. 10 дней. Но тем не менее, понимаете, 10 дней, и поскольку это постоянно всё подогревалось, т.е. постоянно из Италии приходили эти известия о победах. Кроме того, Бонапар стал отсылать адъютантов с знамёнами захваченными, эти постоянно приезжающие адъютанты с захваченными знамёнами. Париж вообще был весь в каком-нибудь опьянении, вот эти весенние месяцы 1996 года – это сплошное опьянение победами, при том, что на Рене, в общем-то, ничего… Ну, там странная война у них происходила, как бы вы сказали. Ну, она потом не странная, Журдан и Моро перешли на наступление, но дело в том, что они были потом разбиты в конечном итоге, т.е. в то время как на Рене либо ничего, либо неудачи, в Италии одно за другим события следуют с какой-то совершенно невообразимой скоростью, и, конечно, это вызвало огромный дизайн. Конечно, с этого момента уже имя Бонапарта было у всех на устах, этот человек… действительно, правительство в директории понимало, что этот парень, возможно, очень далеко пойдёт. Как его назвал Балье, он по-итальянски хорошо говорил, Джовиниастро – это такой дурной мальчишка, вредный мальчишка. И все поняли, что это дурной мальчишка, он может сделать что-то очень неожиданное. Правительство уже, конечно, его с этого момента опасалось, и, в общем, оно даже и не знало, чего больше хотеть – победа в Италии или чтобы его всё это разгромили? Диалектически, прямо скажем. Диалектически, да. Вроде как хорошо, что он побеждает, успех для Франции и лично для этого правительства, а с другой стороны было понятно… Чем-то всё это потом кончится. Очень познавательно и интересно. Будем ждать развития событий. Да, так у нас сам это главный интересный, только австрийская – это армия, вот она по-настоящему, да, это ещё было только развлечение, это была мелкая армия, а теперь идёт настоящая, мощная австрийская армия под командой одного из лучших полководцев Австрии, но это мы оставим, наверное, на следующий раз. Обязательно. Отлично. Спасибо. Спасибо вам. Будем ждать развития событий и свозок с фронтов. На сегодня всё. До свидания. До свидания.